Приветствую вас. Прощать или не прощать, это решать исключительно вам. Мы ни в коем случае не имеем права вам советовать ничего на эту тему, потому что это личное дело каждого. Вот. Друзья, значит, видно, что если есть измена, значит, есть и некий такой конфликт, который лежит в основе измены, в основе того, что сделала ваша жена. И мне кажется, что как минимум стоит понять, в чем заключается этот самый конфликт. То есть как минимум стоит понять, из-за чего он этот конфликт. Как минимум стоит понять, почему данный конфликт имел место быть. Стоит понять, чего не хватало вашей жене, что она решилась на измену. Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что нужно обо всем поговорить. Совершенно очевидно, да, что нужно все выяснить. Совершенно очевидно, что нужно решить, как вы относитесь к ней, как вы воспринимаете ее. Вот. И нужно, чтобы вы о чем-то договорились. То есть чтобы вы, ну, например, решили для себя, да, что вы будете делать. К примеру. То есть предположим, да, что вы решили, ну, все-таки ее простить, да, но в таком случае, если вы ее решили простить, да, то вы о чем-то договариваетесь. Вот. Ну, вы решаете этот вопрос. И больше к нему, например, не возвращаетесь. Вообще. Но при этом обязательно, при этом обязательно делайте что-то для того, чтобы компенсировать неудовлетворенность своей жены. Вот. Ну, вследствие чего она вам, собственно, изменила. Вот. А если этого не сделать, то на самом деле ничего и не получится. Если этого не сделать, то на самом деле ничего не выйдет и изменила повторится. Вот. Значит, когда и в каких случаях можно человека простить. Простить можно в том случае, если вы примете ее, если вы поймете, почему она это сделала, и если вы возьмете на себя ответственность. То есть, признаете, к примеру, какую-то часть ответственности за то, что вы сделали, за то, что она сделала, это не признаете за собой. То есть, если вы не будете ее обвинять. Второе, что очень важно для прощения, это не принятие на свой счет того, что она сделала. То есть, вам гораздо легче будет ее простить, если вы не будете принимать на свой счет эту измену. Вот. Но если вы сделаете выводы, если вы договоритесь с женой со своей женой, да, чтобы этого не повторялось. Вот. Потому что очень, очень сложно и тяжело вам будет просить измену, если вы сами воспринимаетесь на свой счет. Если для вас это травматично, если для вас это, если вас это травмировало, то здесь, конечно, нужна. Помощь в этом случае вам, если вас это травмировало, то вам в этом случае нужна помощь, вам в этом случае нужна поддержка, вам в этом случае нужно будет поработать с психологом. Обещательно, возможно, поработать с психологом нужно будет вам обоим, чтобы лучше понять друг друга, чтобы лучше разобраться в том, почему это произошло. Вот. И так далее. Ну, здесь уже, на самом деле, довольно многое зависит именно от вас и от вашего желания. Кстати, если хотите, то можно это сделать. Если нет, то, соответственно, нет. Отправлять жену один на один с этим или взваливать на нее одну ответственность и вину за то, что произошло, ну, на самом деле, не стоит. Если чувствуете, что хотите сделать так, если чувствуете, что хотите звонить на нее только ответственность за то, что произошло, то в таком случае вам, наверное, лучше расстаться и вообще не взаимодействовать с ней и просто сразу как бы сэкономить время себе и ей, да, и просто не тратить время. А все равно, кроме как скандалом, да, кроме того, кроме как скандалом, это ничего не закончится, это ничем не закончится и ничего не будет. К моему большому сожалению, вот, потому что, как я уже сказал, да, в том, что произошло, ответственны два человека и вы как бы один из, вы один из них, вот. То есть, если вы не берете на себя ответственность, то, скорее всего, ничего не получится. Вот. Значит, ну и, соответственно, будет лучше, конечно, если вы обо всем поговорите как следует, если вы совсем как следует разберетесь, вот. То есть, если вы определите, почему все-таки такая история случилась, почему так все же произошло, да, если вы как следует поговорите с твоей женой, да, и все выяснете. Без этого, пожалуй, невозможно. Будет что-либо изменить и поменять. Вот. Ну, в целом, если есть чувство, если есть любовь, то измена вами воспримется как, эм, так сказать, временную слабость, да. Ну, естественно, если это произошло один раз, то это не физматически. Вот. Если это вследствие определенного конфликта между вами, вот. то, что измена была набрасывалась как слабость, да, и как определенный такой рубеж, а, очерченный, очерченный рубеж, да, который, а, как вы поняли, выходить не стоит. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить, вот, в принципе, то, как можно прокомментировать вашу ситуацию, вот. Я надеюсь только, что вы для себя сделаете все необходимые выводы, да, и, соответственно, запишетесь на консультацию, вот. Если, конечно, хотите сохранить свою семью и свой брак, вот. Ну, и помните, конечно, о том, что, эм, разручить отношения гораздо проще и легче, чем их построить. Это всегда так. То есть. Знаете, что вы всегда можете в любой момент это прекратить, знаете, что вы всегда в любой момент можете сказать, все, я не хочу, не хочу больше. Я не хочу, не хочу больше с тобой, там, ну, с тобой быть, вот. Все, все, вот и все. И пусть эта сила, эта возможность, эм, дает вам мужество и, хотя бы попытайтесь свою семью сохранить. Потому что, это всегда стоит того, чтобы за это побороться. Вот. Эм, на этом все. Надеюсь, что помог вам. В заключение, мне бы хотелось задать вам один вопрос. Эм, почему именно вы сомневаетесь в том, можно ли ее простить? Как вы сами чувствуете? Чувствуете. Если, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.